Всем привет! Сижу на террасе своего дома и балдею. В Нью-Йорке. Наушники забыла, придется возвращаться. Как классно! Слушайте, какое удобное. Такая фигня висела. Я когда мимо-то проходила, думаю, вообще неудобно, наверное. Ой, сейчас села, кайф. Как классно. Сейчас усну и никуда не поеду. Еще такая погода. Мне так с погодой повезло. Что в Венеции, что в Нью-Йорке. Ну, в России она обычная. Зима. А вот в этих-то странах мне уж очень повезло. Так, ладно, пошла за наушниками. Всем привет сегодня! Так, я наконец-то, у меня все мозги мои свободны. И я сейчас могу много думать и анализировать, и даже с вами поделиться многими очень неприятными вещами. Правда. Надо сказать всю правду, как это было, потому что прошло время, и мозги встали на место. Как я говорю, пазлы сложились, и ты начинаешь понимать, что вот как оно все это было. Ты вроде это предполагал, ты с этим боролся, но как? Из тебя делали дуру. Настоящую дуру. Не только из тебя, но и всех твоих родственников, детей, внуков и прочих-прочих. А все лишь для того, чтобы осуществить какую-то свою непонятную мечту за счет других людей. И вот это видео будет об ответственности нашей жизни, которую мы должны нести за все, что мы делаем. И у многих людей такой ответственности нет. И это очередной скандал у нас был с Леной, мы тут его вспоминали буквально вот на днях. И я рассказывала вам из собаки. Я как-то делала видео уже давненько, но уже больше полутора лет назад, наверное, два года назад. И я там много, конечно, не договаривала, потому что мне все это было неприятно. Это были мои такие выплески эмоций. И я все равно там боялась какие-то отношения испортить у дочери, что-то нарушить. Ну, короче говоря, и так поверхностно рассказала. Так вот, я всегда ориентируюсь на себя. Я сейчас понимаю, что все оно так и было, как я предполагала. Я сама выросла в семье, где у нас папа с мамой были. И мама у нас тянула все на себе. И была и командиром, и мамой, и деньги зарабатывала. И, короче говоря, а папа у нас такой был немножко безответственный. И вот он все время, и он очень любил всегда у нас животных. Он притаскивал. То кошек, то собак, то он какого-то огромного попугая где-то подберет. Так же притащит. И вот со всем этим у нас возякалась мама. Но раньше были другие времена. И как-то кошки у нас гуляли сами во дворе. Собаки тоже некоторые убегали, прибегали сами. Были себе предоставлены. Сейчас совсем другое время. И все гораздо сложнее. И вот я помню, этот попугай у нас был огромный. Папа его где-то подобрал. Клетка огромная. И этот попугай, он каждое утро начинал как бешеная орать, всех будить. Ладно, там на работу уходим, бог с ним. Но это когда суббота, воскресенье. Вот я помню, суббота, воскресенье. Мама после работы, ей хочется выспаться, отдохнуть. Она бегает с этими покрывалами, эту клетку накрывает, чистит. Не знаю, куда потом этот попугай делся. Но я на всю жизнь запомнила. Папа очень манипулировал нами, детьми. И вот ему что-то надо, он все время нас подговаривал. И вот папе у нас очень хотелось обезьяну дома заиметь. Я, конечно, сейчас вот это говорю и думаю, вообще дурдом. Еще обезьяны нам не хватало в нашей семье. И вот он меня все подговаривал. Давай маму там поджучивай, чтобы она согласилась обезьяну купить. А я ребенок, я об этой обезьяне день и ночь мечтала. Я представляла, как она будет у нас жить, как нам будет классно, как она у нас будет бегать по квартире, нас веселить. И я помню, маму мы донимали просто. И вот это вот все у меня как бы осталось. Сейчас-то я понимаю все это дело. И что тут происходит. И все ситуации не повторяются. И ты можешь себе такую головную боль приобрести, что тебе мало вообще никогда не покажется уже потом на всю оставшуюся жизнь. Если ты заводишь собак, кошек, попугаев, обезьян, тигров. И вот я сейчас в Америке, я не могу завести даже кота. Хотя я очень хочу. Почему я не могу завести? Да потому что я понимаю ответственность ту, которую я возьму за этого кота. И я много раз говорила, я его заведу, я не хочу это вешать на своего мужа, которому кот этот нафиг не нужен. Это шерсть, это кормежка, это туалет. Это кот утром встает, начинает царапать двери, орать, что ему есть надо там в 6 часов утра. Или вот у нас чока у Лены. Он в 4 утра орет каждое утро. И это очень много всяких проблем. И тем более, когда, если я уезжаю, моему мужу оставлять вот эти туалеты там, менять, кормить этого кота. Ему это не надо. Он не готов взять эту ответственность. Ни за собаку, ни за детей. Потому что он знает, как это достается. А люди, которые безответственные, которые что-то приобрели, свою мечту осуществили, испихивают это на других. И у нас-то очень развито. В России особенно. Почему у нас мужики рожают детей? Вот с одной бабой пожили, родили. С другой пожили, опять родили. Они уходят, и у них это все остается вот так. Вот он воспитает, накормит, оденет. И будет все прекрасно. А я руки умыл, пошел, еще 10 нарожал. Также со всякими кредитами, обязательствами. Вот вы пойдете с мужем, возьмете кредит на двоих. Муж ваш безработный слиняет, а вы останетесь с этими кредитами. И будете их выплачивать там 10 лет. Или поручителям куда-то пойдете, этот человек смылся, и все. А вы остались в дураках. Люди вас используют в своих целях. И люди, которые лишены ответственности, они всегда хотят много детей. Они всегда хотят каких-то животных непонятных. Они хотят кредиты брать не на себя почему-то. Но им же надо осуществить мечту, они не могут. И вот как это у нас началось. Ленин муж успешный, второй бизнесмен. У него с детства была мечта собака. Но так как, видимо, у него родители были против этого, потом он жил с родителями первой жены. В их квартире там тоже родители не собирались заводить собаку ему, осуществлять его мечту. И вот у него эта мечта, видимо, по жизни идет. И тут мы, идиоты, попались. Наша семья, которую можно вообще дураков из нас сделать. По-другому я не скажу. И вот через Лену у него не получилось. С этой собакой. И тут мне внуки начинают присылать, но это уже было два года назад, фотографии день и ночь мне шлют со всякими собаками, с породами. И как ненормальные мне в телефон. Баба Оля, мы вот такую собаку хотим. Мы вот такую. Мама нам, мама не разрешает. Мы смотрим эти картинки. Короче говоря, собака еще это 40 или 50 тысяч рублей стоила. И я вот этот такой спам получаю каждый раз. И я понимаю, что кто-то ими манипулирует. Но я ведь не идиотка уж, конечно. Я же понимаю, откуда ветер дует. Я понимаю, кто ими манипулирует. Потому что такого вопроса никогда у нас не стоял. Если он стоял, его Лена быстро закрывала. И эти разговоры прекращались, и дети забывают об этом. А если их этим все время подпитывать, они тебе все мозги вынесут. И вот это я смотрю, уже месяц, второй пошел. И вдруг мне Лена там говорит, что они собираются идти собаку покупать. И вот тут у меня взорвало башку. И я ей такое написала. Я ей написала все, что я думала. Что хватит уже вами манипулирует тут. Вернее, не вами, а тобой. Я говорю, манипулирует этот твой успешный предприниматель. Я говорю, куда он собрался эту собаку заводить. Зачем он детей постоянно, каждый вечер, вот это вот с ними открывает фотографии, смотрит и мечтает, как он с этой собакой будет по утрам где-то там бегать, вокруг дома. При том, что он совершенно не понимает, что эту собаку нужно кормить, гулять, убирать в квартире эту шерсть. Когда его нету дома, и вообще, когда Лена тоже уезжает, что этой же собаке нужна гостиница, а это же стоит денег, а он заработать себе не может ни на что. А собаку надо. И всё. И вот они втроём на Лену насели, и всё. И она поддалась. И вот тут я встряла со своими этими смс-ками. В общем, мы с ней тогда так разругались. И я сказала, что... Ты, говорю, что не понимаешь? Он, говорю, к своим родственникам не повёз эту собаку, он не покупает её, и он не будет её отвозить своим родственникам, чтобы они там по полтора-два месяца с ней сидели. Я говорю, он нашёл тут семью, которая, знаете, там, безотказная у нас мама, сестра у меня. На что он рассчитывал? Конечно, что с этой собакой будут сидеть мои родственники. Это моя сестра, моя мама, которым это вообще не надо. Они на это вообще никогда не подписывались. Людей поставишь вот так перед фактом, придёшь с этой собакой, ой, Татьяна Петровна, а вы не посидите полтора месяца с нашей собачкой, то, естественно, мама у меня порядочный, добрый человек. Понятно, что ей отказать будет очень сложно. Это начнутся обиды же. Посидеть не может. Попросили её тут с нашей собачкой посидеть, и она отказывается. Всё равно на пенсии, всё равно на даче летом. Это бы началась вот такая ерунда. Маме было бы неудобно отказать. Если она эту собаку оставляет у себя, она начинает страдать. Вы представляете? Ей ходить гулять ещё каждый день с этой собакой, чтобы она всё ещё перепортила на свете. Я часто вспоминаю, я сейчас завожусь, прямо иду, как не знаю кто. меня прям это бесит всё. А если мама отказывает, то она становится врагом автоматически. И внуком, и успешному бизнесмену. И получается, наша семья опять как идиоты в какую-то её втягивают, авантюру, под которую мы вообще не подписывались. И вот мы с Леной сцепились. Тогда мы с ней на ночь глядя расцепились, и я всю ночь не спала. Она всю ночь не спала. Утром мы с ней опять списываемся. Мы когда с ней ругаемся, мы голосовыми не ругаемся, мы с ней начинаем переписываться. У нас вообще, это первый раз была такая практика за всё наше с ней существование, за мои 51 год, за её 33 года. У нас никогда такого не было, поэтому мы с этим столкнулись в первый раз. И вот мы с ней смесимся, такими текстами пишем. Она тоже переспала ночь. посидела, подумала, и в итоге она звонит, мне говорит, мы купили шиншиллу. И кто смотрит у неё канал, вы знаете, что эту шиншиллу они купили. Там, естественно, корм, клетка. Это шиншилла. Также требовала ухода. Куда-то уезжали. Они, конечно же, оставляли её с нашими родственниками. С какими ещё? Не с успешного бизнесмена. Он же к нам в семью-то пришёл. Он ведь проник к нам в семью и начал там свои планы эти осуществлять. Мечты свои жизненные за счёт нашей семьи. И всё. В итоге, чем это закончилось? Это шиншиллу у них там перегрызло всё. Потому что она из клетки, когда выходила, она начинала искать, что и грызть. Перепортила кучу одежды. Потратили на неё, на эту клетку, на корма, ещё там на что-то. Когда оставляли, так же. Но всё равно кто-то ведь ухаживал. Она недолго прожила, потому что на дачу едут, они её с собой забирают. В итоге её съели кошки. Эту шиншиллу как-то она там выбралась из загона. И что? Дети увидели отдельно на заднем дворе, на даче. Отдельно два уха и хвост от этой шиншиллы. Для них был стресс сумасшедший. Ну, такое увидеть. Вот так вот всё это закончилось. И вот я сейчас, и я вот всё время вам говорю, что меня прям бесят такие люди, которые, как это говорят, всякими вот такими вот способами пытаются, как это говорят, не мытьём, да катаньем. они, пока они находятся в твоём поле зрения, они будут вот свои планы эти тебе в голову вдалбливать, вдалбливать, манипулировать через других людей. Это на самом деле страшно. И вот, конечно, если бы я там не вмешалась, не поругались бы мы, то, естественно, что эту собаку бы притащили, это бы все разосрались у нас, извиняюсь за это слово. эта собака бы осталась или у Лены сейчас, или эту бедную собаку травмировать надо было бы, кому-то отдавать, потому что она никому не нужна была. Это всегда очень легко завести что-то в своей жизни, потом отдать кому-то на содержание, на обеспечение, и всё, умыть ручки, и приезжать, допустим, к этой же собаке раз в неделю поиграться с ней, бегать где-то, повеселиться, и всё этим закончится. И вот я хочу спросить вас, вот как вы считаете, человек, который несёт ответственность и материальную, и моральную, будет он вот такое вот приносить в чужую семью и вешать проблемы на других людей? Если ты хочешь это иметь в своей жизни, вот иди, имей, в своей квартире на свои деньги содержи, на своё время это, рассчитывай, а не спихивай это на других. Я вот так считаю. И слава Богу, что не совершилось это ужасное происшествие, по-другому я никак не скажу. И вот столько нервов было на всё это потрачено, что мне, вот я сейчас вспоминаю, у меня прямо аж всё внутри, короче говоря, кипит. Всем привет! У меня экстренные сборы. Меня пригласили в ресторан. И я уже сразу же подумала, боже, у меня такая прическа. Я спросила, можно я буду сидеть там в шапке? Потом посмотрите на мой маникюр. Это же ужас! Я представляю, как я буду там кушать, бокал держать. Я побежала здесь в округе искать магазины, где продают жидкость для снятия лака. и всё. В этом духе нашла. Самое главное, лак нашла. Тут есть магазин доллар-3. Я быстренько в него, там чего только нету, вот набрала. Сейчас буду тебя приводить в порядок и еду на свидание. Ну всё, я готова. Одеваюсь и мне посоветовались сходить сегодня в одно место очень интересное в Нью-Йорке на Манхэттене. Сейчас я туда пойду, проверю его как раз до ресторана, потусуюсь, вам покажу, что это такое. Ни разу в таких местах я не была. Ногти накрасила. тебя прям по-другому чувствуешь. Это ж вот надо же как себя ощущаешь совершенно по-другому, когда ты себя приводишь в порядок. И вот у меня эти ногти уже облезли, все вака нету, ацетон я не привезла, ну потому что у меня бы всё забрали там на границе. Здесь я в магазинах не видела. И прямо вот иду, я стесняюсь есть, стесняюсь без перчаток идти, потому что ненакрашенные ногти это мой дискомфорт. И я всё время вам об этом говорю, у каждого человека он свой. Вот у меня когда ногти ненакрашены, это всё, катастрофа. И всё, сейчас накрасила, прямо, ну всё, всё по-другому. Так, я вот так вот и делась по-барски. И я надеюсь, в ресторане шапку снимать не надо будет. Можно будет не снимать, потому что если я её сниму, там все разбегутся. Я у них всех посетителей распугаю. И я когда вот так одеваюсь, вот так вот, красиво, в мехах, так, как её присобачить-то? И мне кажется, что я похожа на бояриню Морозову. Но картина, помните, кто её там нарисовал, Шишкин, что ли? и почему-то мне всегда, я сама себе вот её напоминаю. Ну, когда в мехах освежим губы. Вот, чёрт, я другой, оказывается, красилась-то. Вот. Я готова к итальянскому ресторану. ресторану. Нормально? Я нарядилась. На метро пошла. С итальянской сумочкой. Жду, жду. Вот здесь вот у нас встреча назначена. В красивом месте. В центре это Эмпайр Билдинг. Я в прошлый раз бывала в нём. Классно всё организовано. Видно, весь город с высоты. Стою, жду. Всегда очень волнуюсь, когда нужно ждать какую-то машину. Потому что нужно номер увидеть, нужно тут где-то припарковаться, выбежать вовремя, запрыгнуть в неё. Блин, где, где на этом углу, на том углу? Куда бежать, не знаю. Вот вроде бы на углу этого магазина договорились. всё. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...